Всем привет! Как вы уже поняли из того, что я держу в руках, на майских праздниках не обойтись без овощей. Потому что есть люди, которые не едят мясо, и им требуются овощи, а есть овощи как гарнир к мясу. Поэтому, как бы там ни было, овощи я отправляю сразу же на мангал. Я надеюсь, что вам не нужно рассказывать о том, как их резать кружочками. И одно важное замечание. Каждый овощ на своем шампуре. Не нужно их смешивать, перемешивать, потому что у каждого время жарки, определенная текстура и так далее. Значит, я их не мариновал, как вы уже поняли. Но я использую чесночное масло, которое я сделал в прошлом ролике. Смазываем сначала с одной стороны и солю прям на огне. Соль я люблю, конечно же, каменную. Еще после поездки на Камчатку, как-то вот большая часть людей, местных жителей, мне рассказали, что они как бы испоконвяков никогда не высушивали и не возделывали морскую соль. Всегда пользовались каменной. Папа мой в Красноярске, мы там на реках, у нас тоже морей не было никаких, вода вся пресная. Только каменная соль. Смотрите, немного лимона я отрежу просто для того, чтобы чуть-чуть поливать во время жарки лимоном в том числе. Потому что все овощи, как правило, сладкие. О! О! Масло капает, загорается. Убираем, да, с огня. С этой стороны я буквально несколько капель капаю лимон и сразу же смазываю маслицем. Оп! Ну-ка, не гореть. Не гореть. Эту часть баклажанчик я тоже смазываю. Главное, чтобы он у нас не отвалился, вот этот крайний. Значит, теперь солю с этой стороны. Все, этого будет достаточно. Не нужно больше смазывать маслом, не нужно больше солить. Масло дает прилипание соли. Теперь нам нужно на аккуратном щадящем огне. Угли хорошо разошлись, прям сильный жар. Нам нужно просто доготовить эти овощи, и все. И они будут готовы. Не нужно придумывать никаких. Мангал у меня знатный, а? Смотрите. Вы, Эмиль Яненко, подарочек. Спасибо огромное. Без хлеба не обойтись. Смотрите, я купил лаваш. Хлеб может быть совершенно любой. Самое главное, его нарезать так, чтобы можно было удобно употреблять в пищу. То есть, вот так. И еще один кусочек. Давайте вот так вот. Самое главное, чтобы хлеб был свежий. Теперь ставлю на попа, вот так вот чесночным маслом смазываю. Чесночное масло у нас для всего. Для хлеба, для овощей, для мяса. Это самый универсальный способ, который придает нам вкус нашим всем ингредиентам. С одной стороны будет достаточно. Теперь я беру два шампура. Кладу их вот сюда. Так, кабачок я передвигаю дальше, чтобы он здесь лежал в тепле, доготавливался. А хлебушек ставлю, смотрите, что я делаю. Ставлю с той стороны, где у нас нет масла. Над углями. Опа. Теперь чушток соли. Смотрите, ну это на ваше усмотрение. Кто не хочет, может не добавлять соли. Я просто люблю все соленое. Так, как только у нас подрумянится хлеб, переворачиваем его. Горячо. Смотрите, перевернули его. Немножко масла. Когда масло сверху намазано, а почему я положил его вниз? Масло нагревается, начинает пропитывать его внутрь. Потом перевернули. 5-7 секунд подержали. И возвращаем на доску. Опа. Хлеб готов. Овощи у нас тоже готовы. О, баклажанчик. Как бы просится. Один баклажан. Один кабачок. Один баклажан. Сюда обязательно хлеб. Хрустящий. Загорелый. Я люблю чили перец. И считаю, что это непременный атрибут любого гриль-блюда. Обязательно выкладываем перец. И, конечно же, зелень. У меня здесь зелень сельдерея. Немного добавлю кинзы. Петрушки. Сейчас уже весна. На рынке полным-полно свежайшей ароматной зелени. Все, что есть. Складываем. Режем. Какой аромат. Все-таки пикник и шашлык. Каждый русский человек любит все это до безумия. Все, чуточку поливаем немного чесночным маслом. Обязательно сок лимона. И, кто любит, чуточку свежего молотого перца. Я вам, знаете что? Мне кажется, вы мне завидуете. А я вам рекомендую испытать вот эти ароматы и вкусы, которые испытываю сейчас я. Я даже не могу улыбку брать со своего лица, как мне хорошо. Потому что вот это с костра, это то, что того, чего просит желудок, душа, нос, вкушать. Простите, но мне пора идти. Всего доброго. Ставьте лайки, пишите комменты. Вкус невероятный.